приветствую вас дамы и господа рад приветствовать вас на своем канале в этом видео расскажу вам про ранговые бои а также про микро патч который выйдет завтра 1 февраля итак начнем с ранговых боев ранговые бои у нас будут с 1 февраля по 11 февраля полторы недельки поиграем в ранги на шестых уровнях в этот раз разработчики решили попробовать ранги на шестерках в комментариях можете уже шутить что пора попробовать уже ранги и на третьем уровне допустим так когда-нибудь и до первого дойдем но возможно разработчики здесь пробуют какие уровни вообще в рангах рабочие поскольку допустим в корабликах там практически вроде как на любом уровне можно поиграть в такие режимы и там они больше для фарма качат я особо в кораблях не разбираюсь но знаю что что-то там такое есть возможно здесь разработчики тоже прощупывают почву на каких уровнях подрубать ранги но мне кажется с 6 по 10 можно подрубать но ниже 6 мне кажется это вообще жесть даже шестой уровень уже особо уверенности нет какие правила этих ранговых боев на шестерках бои 10 на 10 бой длится 10 минут остальные все правила как в стандартном бою у нас есть три дивизиона по 6 рангов несгораемых рангов нет я думаю что они здесь и не нужны поскольку все равно это очень быстро будет проходиться на опыт начисляемый за уничтожение соперников применяется понижающий коэффициент он зависит от урона который вы нанесли за бой именно этой машине то есть если вы ездите и просто шотных добиваете то вы будете получать меньше опыта а если вы еще и до этого их раздамажили то больше опыта раньше в ранах была такая проблема то что ты весь бой там воевал всех по переубивал фрага у тебя нет у тебя опыта тоже нет а фраги очень много опыта давали видимо эта фишка как раз таки для борьбы с такими ситуациями и так какие народы у нас есть за прохождение 18 рангов у нас есть три разных вида экспериментальных оборудования каждый по три штуки один фиолетовый стабилизатор а также по 50 4 разных инструкций в принципе на рады интересные самое главное чтобы в это было интересно играть давайте теперь узнаем как будут начисляться шевроны если вы выиграли независимо от того сколько опыта вы получили за бой вся победившая команда получает плюс один шеврон мне кажется здесь первый человек по опыту должен получать 2 шеврона возможно последний 0 так наверное было бы справедливее что же у нас в проигравшей команде в проигравшей команде у нас никто не получает шеврон никто не теряет шеврон кроме двух последних 9 10 самым маленьким количеством опыта будут терять один шеврон то есть потерять шеврон и очень сложно нужно во первых проиграть еще и занять последние два места по опыту поэтому прохождение этих ранга будет очень простое но она будет сложно только последним двум ботом в проигравшей команде также вот вам на картинке показываю какие карты у нас будут доступны в этом режиме в принципе все наши любимые каналные карты маленькие коридорные некие все на месте теперь какие танки я рекомендую на шестом уровне самый сильный танк 6 уровня это м6 американский тяж 6 уровня самый сильный прям танк на 6 уровне это type 64 китайская лтшка 6 уровня которую нигде сейчас не купить поэтому если она у вас есть это лтшка то можно попробовать на ней поиграться как раз мне на вк-шке будет кого ваншотить также неплохой т-34 85 м кронвиль б т-34 85 руди неплохая французская лтшка мх-12 т ну а там дальше в принципе уже танки идут плюс-минус сбалансированные если вы собираетесь играть под пивасом то вам ой и он неплохо себя показывает на шестерках у него очень жесткая пушка конечно голду он танкует слабенько особенно от м6 поскольку там пробитие 240 но в целом под пивом можно и на у и поиграть у него кстати неплохие показатели по статистике они просто так его рекомендую на мой взгляд к чему приведут ранги на шестом уровне к тому что возможно по нерфит м6 поскольку он уже второй год является самым сильным танком 6 уровня причем он просто невероятно жесткий да он большой у него очень слабая броня но у него очень сильная пушка может быть конечно слабым игрокам нелегко на таком танке играть но если есть скилл и руки то эту пушку можно реализовывать с очень приличным средним уроном теперь поговорим про небольшое обновление 1 февраля сервера будут недоступны с 6 часов до 8 по мск моды переустанавливать не придется что же в этом микропатче исправят ошибку уникальной озвучки члена экипажа которая работала только при выборе настройки командирские голосовые уведомления в бою также исправят в прицеле когда неправильно отображались цели такой ошибки не видел но расчета исправляют наверно что то есть также исправят траву на перевале она выглядела неправильно я буквально вчера еду смотрю на перевале трава какая-то него новая аж светится думать что за фигня но я быстро ее пофиксил просто выключил и все прям быстрее разработчиков пофиксил траву но еще какие-то исправления технических ошибок вот что нас ждет завтра в игре мир танков пишите свое мнение в комментариях с вами был Варчик и рейте красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи Субтитры создавал DimaTorzok